Здравия и процветания о фильме Мстители 2 Эра Альтрона, самое главное, самое важное. Итак, многие из вас, те кто смотрели фильм Мстители 1, помнят основную сюжетную линию. Отчасти эта сюжетная линия связана с сюжетной линией фильмов Капитан Америка, Железный Человек и Тор. Ну, также там Халк в качестве непонятной зелёной зверюхи присутствует, но он какой-то смысловой нагрузки особой не имеет. Большой зелёный монстр, которого превращается учёный, в общем, в принципе, и всё. Но вот Железный Человек Тони Старк, это гениальный учёный, изобретатель Тор, представитель космической расы Асгарда. От реального Тора, описанного в германо-скандинавских текстах, он отличается колоссально. Для германо-скандинавов было бы достаточно удивительным увидеть Тора в таком представлении, в таком понимании. Для них было бы удивлением увидеть Хеймдаля, которого играет чернокожий актёр. Но что есть, то есть. А то, что есть, то мы и заслужили, поэтому идём по сюжетной линии. В Мстителях один Локи прибывает на Землю с очень интересным Жезлом, сила которого помогает ему подчинить своей воле людей. А в частности, это не сработало на Железном Человеке. И когда Локи был побеждён, Жезл куда-то потерялся. Во второй серии Мстителей оказывается, что этот Жезл унесла Гидра. Гидра – это по комиксам Марвел такая страшная, суперсекретная, интернациональная штуковина, которая якобы ещё с гитлеровской Германией происходит. И вот она самая страшная, за всеми ужасами стоит. Советую, если интересно, смотреть ЩИТ. Там они с этой Гидрой очень близко общаются. Но вот в Мстителях два, значит, сами Мстители атакуют укреплённый центр Гидры, где учёные Гидры изучают Жезл Локи. В конце они забирают этот Жезл, и изучая его, Тони Старк, он же Железный Человек, приходит к выводу, что, используя этот Жезл, он может создать искусственный разум. Искусственный разум, который должен защитить Землю вообще от всего и вся самого страшного, что только может где-то появиться. Предпосылки к созданию этого искусственного разума якобы он заметил в самом Жезле. Просто если бы мне представилась такая возможность, я был бы крайне осторожен, потому что Жезл внеземной, и если там уже есть определённые зачатки к созданию искусственного разума, определённые зачатки искусственного разума, а не является ли это, собственно, зерном, которое пришельцы забросили в наш мир для нашего порабощения или для своего пришествия. И, несмотря на то, что Тони Старк показан в этих фильмах как гениальнейший человек, вот как-то ему не пришла в голову такая мысль, и он всё-таки проводит исследования по созданию искусственного разума. Но само вот это зерно искусственного разума оказалось не настолько тупым, и оно уничтожило тот искусственный разум, который прислуживал ему. Как потом оказалось, правда, не уничтожило, а просто временно прибило, но оно уничтожило, оно, значит, вошло в села роботов, которые прислуживали Тони Старку, как железные полицейские, или что-то в таком духе. Роботы, солдаты, полицейские, которые по воле Тони Старка защищают весь мир. Так вот, получается, что в телах вот этих полуразбитых роботов оно сбежало, и там начало строить себе уже мощные тела. Далее оно решило создать себе идеального помощника, используя материал под названием «Вибраниум», что нас отсылает к другим сюжетным линиям комиксов Marvel. По большому счёту, в рамках Marvel уже столько всего наделано, что это уже как отдельная мифология. Мифология, которая определяет сознание очень многих людей нынешнего времени. И причём эта мифология не имеет прямой завязки на ведах. Эта мифология вносит в сознание людей часто достаточно болезнетворные вирусы, информационные вирусы. Поэтому ситуация очень интересная и отчасти опасная. Идём далее. И вот этот Альтрон решает, что поскольку человечество нерационально, поскольку человечество само себя уничтожает, поскольку человечество, по сути дела, это паразитическая опухоль на теле Земли, якобы Альтрон решает уничтожить. Это человечество создаёт себе идеального помощника. Тони Старк и Иже с ним украдают тело этого идеального помощника и загружают туда воистину воскресшего Джарвиса, то есть электронный искусственный разум, который на протяжении всех серий Железного Человека прислуживал Тони Старку. И таким путём был создан так называемый Вижен, основой которого и стал тот камень, который был извлечён из Жезла Локи. Если мы внимательно вспомним Мстителей 1, это Жезл, даже не Локи, это Жезл Дали Локи. И поэтому, если мы вспомним концовку Мстителей 2, там Тор начинает понимать, что существуют какие-то более глобальные планы, чем планы Локи захватить Землю. И именно частным проявлением этих планов является попадание на Землю этого камня. Подозревают, что более детально эта сюжетная линия будет развиваться как раз в Торе 3 Рагнерик. Очевидно, там вот этот мега страшный вселенский злой гений уже покажет себя, кто он есть. Ну и Тор должен ему надавать там по полной программе, так сказать. Что для меня было самым интересным, самым важным в фильме Мстители 2. Это конечный диалог Альтрона и Вижена. Получается, Альтрон говорит, что человечество рано или поздно всё равно само себя уничтожит. Поэтому Альтрон предлагает Вижену уничтожить человечество, что он сам и пытался сделать. Но Мстители и Вижен, который помогал Мстителям, помешал Альтрону это сделать. Практически уже мёртвый Альтрон обращается к Вижену. Вижен его уничтожает. Но получается здесь та идея паразитического, нефункционального, ничтожного человечества, которая существует сейчас, закреплена. Вместо того, чтобы как в трудах предыдущих эпох, когда писатели так или иначе старались культивировать только самые возвышенные черты человека, когда они пытались тем или иным способом заставить человека развиваться. Здесь же сказано, что да, вы свинолюди, жрёте гамбургеры, и это для вас порог счастья. Вот такими и будьте. Мстители, Вижены и полк невиданной хрени всё равно вас защитит. Всё равно вот такими хрюшками вы сможете выжить, и никакой Альтрон вас не уничтожит. Вот, собственно, это я считаю ужасным аспектом этого фильма. Это закладывает в людях идею того, что в принципе некуда развиваться, некуда ничего делать, всё это хорошо, всё мы такие, как должны быть. Хотя вопрос деградации человечества стоит очень острым ребром. В интернете можно найти ряд фильмов о том, что сейчас происходит тотальная деградация. И в принципе, учитывая это, непонятно то, какие хрюшки уже будут буквально в следующих поколениях. Если сейчас я говорю свинолюди, это в несколько гипертрофированной форме, констатируя те аспекты деградации, которые у людей уже присутствуют, то если это не остановить, если людям не взяться за голову и не начать развиваться, то люди будущего могут быть уже практически настоящими свинолюдьми. И многие нынешние жители развитых стран фактически по своей фигуре и так уже являются даже не то, что свинолюдьми, а, наверное, скорее свиньями, чем людьми. Это мы не говорим уже о ГМО, мы не говорим о других аспектах, которые просто уничтожают жизнь на Земле на базовых уровнях её устройства. По большому счёту человечеству ни один вижен, ни одни мстители не помогут, даже если бы они в действительности существовали. Такому человечеству конец. И в действительности здесь очень хорошо это показано, что Тони Старк, как яркий представитель современного человечества, создаёт искусственный разум. И искусственный разум, осмыслив то, что сейчас происходит на Земле, решает уничтожить эту порочную цивилизацию. Уничтожить, дабы создать что-то новое, потому что дальше тянуть вот тот ужастик, который происходит на нашей планете, в принципе нет смысла. И любому разумному существу это становится понятным, если это существо просто базово разумно. В таком контексте вижен это как искажённое, деградировавшее электронное сознание. Ну или не сознание вообще, а что-то такое непонятное. Хотя учитывая, что это всего лишь персонажи марвеловских комиксов, идеи, которые создавались современными людьми, а какие современные люди, это понятно, то и идеи в них такие же недалёкие. И это стимул нам развиваться, это стимул нам стараться осознать больше, понять больше и стать идеальными существами сознания. Создать как бы альтернативную цивилизацию в рамках нынешней и даже как бы в нынешней, но именно как альтернативные варианты. Несмотря на то, что сейчас как добродетель ставится по фигизм, когда человеку всё равно, что он ест, зачем он ест, и многим современным людям дай отраву, но очень вкусную, и они её съедят, даже если будут знать, что умрут страшной смертью сразу же. Это один вариант. И на данный момент практически человеческая цивилизация однополярна. Практически это и является одним вариантом. Потому что то, что сейчас существуют религии, большинство служителей этих религий, такие же хрюшки, как и та паства, хрюковое овец, которым они пытаются что-то сказать. И в значительной степени они именно и виновны в том, что сейчас есть. В противовес цивилизации свинолюдей я предлагаю культивировать культуру и отчасти даже и цивилизацию Бога-человека. То есть существ чистого и совершенного сознания. Для того, чтобы каждый из вас мог развиваться, имел базовые критерии, что такое развитие, как развиваться. А для того, чтобы познакомить вас со своим опытом, со своими мыслями, отчасти с опытом и размышлениями других людей. В принципе, существует мой канал и те тысячи видеозаписей, которые присутствуют на нём. Поэтому желаю вам успехов, осознанности и духовного развития.